не кусь что такое девочки а что делать если сиси пекут и уже не знаю как у вас просить ну это блин потому что они к приму там сильно пекут вдруг молоко перегорает но все же мы живы я не знаю как это просто честно ребят если бы я вас повернул на нее камеру но она сидит только в одном сидит в одном лифчике давай холодной водой их помыть помыть у такси серьезно вашу если так как какая боль именно как раз на перец именно соски пекут да почти так ужасно я прям ощущается вдруг стояла стояла нормально нормально может их опекла пани пипец бля попекла сиси себе ребят ну это уже жестко но я спрашиваю вдруг кто-то знает напишет мне в грамме что такое ты же не знаешь у тебя опыта нет почему пекут соски даже еще больше и так у тебя такие груди грубный пакет гуманитарки нам надо срочно позвонили с фронта отправлять машину срочно потому что наши воины перемещаются и мы тогда не успеем отправить нашу машину которую мы сделали в общем все жду виталика быстро едем закупаемся и загружаем машину машину сделали ребята вы с того в общем сейчас все увидите он говорит быстро да надо срочно отправлять хорошо что хоть машину успели вчера сделать виталь да слава богу слава богу юра молодец на из того они молодцы вообще вот этот вижу назван так мы сейчас куда поехали в сельпо этот энергетик еще купим пару ящиков сказал печенье часа надо машину отправить выезжать до до в течение часа надо уже выехать от прикиньте нам позвонили сказали 15 минут у нас есть все и машина отправляется ух ты и моя доделка сука 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 то похер это похеру да здесь описание а вон есть ящик да такой красный да почем банки это по 16 уже по моему чине я уже не знаю посчитай сколько было 24 банки по 17 посчитай это ста 7 7 340 и еще куда лучше сроку на конкулятор все ребят 2 2 блока снаций все ну нормально пацана будет нормальный зарядный все поехали вроде успеваем как то мы спешили у нас как в киеве как в киеве блина на дороге все ребят машинка готова все-таки уже на полностью сделали все на химичили под химичили почистили с ним помыли колеса поменяли полностью на у нас в городе смело на кард сервис и 100 так обязательно если кому-то надо будет машина здесь и для военных помогают видео а ты положил все нормально а сыр давайте удачи вам пацаны потому что опасно всего это только приехали привет 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 ты тоже едешь не место саня ты тоже блин берегите себя пацаны потому что ну цель блин опасная штука ты тоже е-мое слава богу в этом успели на все ребят машина сделано сделано блин флешку отдали что музыка была уже в машине уже загрузили на полностью едой консервации что тут хочешь сидите в тушу чем передавал яблоки консервации мясо какие-то закрутки сыр и энергетики все смогли ребятам положить туда и уже отправить полностью это все на фронт потому что сейчас прям вот ребята выезжают потому что не успевает дальше комендантский час очень проблемно главное чтобы господь берег потому что дорога опасно вы представляете куда вести машину ребята тоже рискует своей жизнью будут ехать на двух машинах одну эту отправят оставят на фронте а на вторую же будет возвращаться домой мы все разбежались все кто куда покушать даже позавтракать наверное хотя уже обед я заказал себе вот такую вкуснятину сразу пюре суп гороховый пирожок с яблоками хлебушек комботика в общем буду кушать здесь столовки очень вкусно кормят и недорого ник ты там живая ты живая хоть там не кусь а тебе плохо а что такое чуть отошли может этих пирожков отравилась одни не кусь что такое слышишь что такое плохо а что такого живут болит или что что такое все случилось то давай тебе какой-то воды может тебе воды может какой-то принести тебе мина тошнит или что не может от этих чебуреков что я тебе принес ну да в принципе мне неплохо я себя нормально чувствую ё-моё а живот тянет ты все вырвала значит много жирного села понял а ты тут тоже чебурек села еще один а ну все понятно блин ехали бабай блин ну чушь это такое не ешь больше нахер это жирная села она на печень может быть жирно так я съел два я чебурек силы и пирожок а ты съела два чебурека и один пирожок и сейчас тошнит сейчас тошнит ё-моё ну это пей воду рвит не хочу хочу надо не хочу не хочу а ну потому что блин ты не слушаешь меня ты ешь все что попало вафли блин а все съела блин а что ж на тебя такое саранча напала чебуреки жирные все переела блин банк с банки берешь нутеллу ешь короче или не нутеллу много пародия нутеллы ложками ешь так нельзя надо кушать первое первое второе ты же ничего не кушаешь боже мой это не я несчастный а ты же несчастный ну потому что я как доктор айболит понимаешь мне за всеми приходится попу подтирать спасать а ты никого не спасай я напрошу чтобы ты нас спасал я буду тебя спасать живот болит давай ложись давай тебе чай я тебе сделал крепкий чай тошнит вот это болит болит живот ребят читал ваши комментарии вы написали что это скорее всего может быть тонус сейчас наверно нику блин было что завтра нику буду везти домой в город потому что у нее там ее врач я просто не понимаю что это такая что у меня беременный живет что у меня просто желудок сив я не понимаю потому что ты первая ни хрена не ешь понимаешь ты кушаешь ты пьешь только крепкий чай без сахара и ты в туалет нормально ходишь блин тогда я не понимаю когда ты суп что ты последний раз вела суп да дома понятно блин ника ника я не знаю я вообще буду лечиться я же не понимаю надо делать УЗИ УЗИ надо делать надо делать УЗИ короче и только от этого уже отталкиваться чтобы не было тонуса ты съела пирожки выпила пепси ты представляешь насколько ты убиваешь там ребенку мама не горюй печально я тебе скажу купаться в пепси коле я не знаю с чебуреками с мясом с жирными совсем смешно да совсем смешно да пипец только что забыла как рвала там за живот держалась на полу лежала офигеть нормально ты малого залила там это не смешно Ник ты на шестом месяце беременности это не совсем смешно я тебе скажу охренеть ну что то тебя это улыбает ну значит я пойду завтра не мой а ты заберешь меня а ты приедешь перед пасхой а ты приедешь 24 числа заберешь меня ну получается тогда пройдешь полностью все эти а ты потом тогда пусть тебя мама записывает на этот блян на УЗИ это не нормально слушай что это за врачи попить таблеточки а ты нервов блян ни хера себе врач блян она вообще рожала у нее есть дети я не знаю она маленькая еще может у нее детей нету она вообще не шарит пробей скажи Янка у меня живот болит что это за врач меня и врача серьезно не надо надо а если у тебя в дороге начнется вот эта тема кто тебе поможет Жень ты может возьму воду таблеткой лепью таблеткой ты издеваешься не ну а что рабыть мотать туда обратно если бы ты поехал то бишь и потом обратно ехать ну ничего поеду а что делать в двадцать третий у меня забыл не понимаю что это болит ну может это и желудок у меня понимаешь я не могу понять желудок это у меня болит или это у меня болит это может и желудок тоже болит потому что ты ешь жирное все на Али ты чебуреки жрешь блин покупаешь у себя я же говорю я же говорю ешь рис ешь первое блин а ешь какие-то кашки легкие а я же чипсы кушала чипсы сухари хера получу все до свидания ника сюда блин вперед все все ничего не получишь и сразу сухари до свидания ника все хватит все все не я тебе говорю ни хера ты не получу ну я не понимаю что это такое если я завтра ну а не нифига себе чтоб мне завтра до ней попасть мне надо дуже-дуже рано утром проснуться она до 11 часов перенимает я может завтра до ней сразу после маршрутки попаду если я рано утром проснусь если я доеду сколько же там мне надо проснуться ну давай я тебя тогда утром отвезу в 6 утра встаем я тебе садимся в машину я тебя отвожу домой ну что ты будешь партись домой ну что тебе делать ну а что делать тебе надо попасть завтра по-любому к ней завтра целый день нельзя терять понял так я доеду я как раз с маршрутки с дорогами буду заходить сразу подвезу в больницу сразу везу с маршрутки и как раз больница там через дай боже что может быть в любой момент здесь надо постоянно быть внимательным то есть типа не прокатить такого там давай завтра послезавтра сразу все надо бить тревогу дай бог сегодня ночь нормально пережить понимаешь то я уже боюсь шоссеиста наверное буду чай пить пей чай никакие сухари забудь ты два дня я тебе покупал чипсы больше чипсов я тебе в жизни не куплю забудь о них ни чипсы ни вот тут лимонад который вот тут ты пила блин все больше ни хера не прям забудь? забудь да ну на время беременную пока ты беременна да забудь ни чипсы ни чепуреки ни беляши больше ты ничего не едешь все ешь и рис фрукты полностью это твое все забывай больше никаких шоколада вафель ты больше не ешь ни конфета ни хрен dot все до свидания хватит ради ребенка потом уже ришу хочешь хоть я не знаю потом тревоги бы да все равно да? нет ну просто нужно сейчас потом ты на л он шар и пивенку и бленд он не блade Я сейчас узнаю, что это. Как? Понимаешь, я не знаю, что это такое. А у меня может быть посаженный желудок, потому что я тебе хочу сказать, я слегла на капельнице после того, как я съела много смотан. И я лежала под капельницей. Охренеть, я тебе говорю, тебе жирного нельзя. Я была, не помню, короче, мама приготовила борщ, и я напала на сметану. Я сидела, и я в борщ просто так пила со сметаной. Молодец. А потом, чтоб ты понимал, у меня ночи я скрутила. От сметаны люди умирают, в инфекционку попадают и лежат месяц. У меня ночи я скрутила. Я тебе скажу, от сметаны испорченной. Ты знаешь? Она ночи как скрутила, Жайна. Я знаю, что это такое. Я тебе хочу сказать, я не помню, что я когда-то кривала, я вообще не видел. Прощалась уже с жизнью? Говорила, Господи, прости мне все мои грехи, потому что я уже иду к тебе, родной. Я думала уже все. Я тебе правда скажу. Я знаю, что это такое. У нас на рынке продавали сметану. 20 человек там пострадали, блин, а после того, как купили эту сметану и попробовали. Это было лет 10 назад. И попали все в инфекционку. Там люди еле откачивали, да? Ну, кто знал, да. Тошнит, да? Все, иду в аптеку. Иду в аптеку сейчас покупать. Да, скидывай, давай мне, что тебе брать. Потому что у нас скоро комендантский час, ребят, если ты не успеваешь, все, короче. Давай, все, я пошел. То скинь мне еще, мне надо купить. Жаня, послушай, я тебе сейчас скину. Если не отца, то... То заменитель, я слышал. Да, да, да. Давай, скидывай. Давай. Херово, да? Да. Нет. Скинула? Сильно, да? Да, Жаня, ты жарами тоже скинула. Да, мне тоже кажется, ты сильно много всего съела. Вот так, ребят. Ей плохо, видите как. Скорее всего, уже это отравление. Я так думаю. Главное успеть и взять. Не дай бог станет плохо, это вообще жопа. У нас комендантский час. Даже не знаю, как вызывать, если что, скорую. Сейчас город пустой. Полностью. Вообще пусто. Блин, аптека закрыта. Пошел я сюда. Ё-моё. Все готовятся к комендантскому часу. Все сидят дома уже. Ребят, прикиньте, закрытые аптеки все. Ни одной аптеки нет. Я не знаю, что делать. Это просто жопа. Кот. Закрыты все аптеки вообще в городе. Тупо полностью все. Вообще ни хера не возьмешь, прикинь. Тебе лучше хоть, нет? Нету, все закрыто. Вообще ничего, ничего не работает. В 8 часов вечера ни хрена не пашет. А? Да ты прикинь, взял и все, и умер. И никто больше не поможет. На улице холодно, ужасно. Скорую вызовет? Если еще и скорая приедет. Я не знаю, бля. Бараслая, конечно. Это, блядь, писец, блядь, я не в русском. Нету. Да. А вот. Что я делаю?